Праздник у девчат. В субботу на фабрике Ним состоялся городской девичник. Мероприятие проходило в Иванове и раньше, но не в таких масштабах. В этот раз для ивановских модниц организовали большую площадку, где каждая девушка могла найти для себя что-то полезное и интересное. Мы решили создать день, организовать для девушек, женщин нашего города, где они могут заниматься исключительно красотой, преобразовываться внутренне и внешне и общаться на разные женские темы. Сегодня у нас различные мастер-классы по стилю, по правильному питанию, как стать более женственными, а также мастеры бьюти-индустрии присутствуют, которые наводят макияж, маникюр, делают различные спа-процедуры. Организаторы создали настоящее райское местечко для женщин любого возраста. Здесь можно было пройти целый комплекс процедур совершенно бесплатно. На мастер-классе по мейкапу индивидуальный подход каждой девушки. Так, например, блондинкам подходит легкая прозрачная цветовая гамма, брюнеткам яркие оттенки, а вот рыжим подойдут теплые бронзовые цвета. Больше всего слушателей собрала лекция о здоровой пище. Цезарина Рулюк, руководитель женского клуба, знает о правильном питании не понаслышке. Она сама прошла путь похудения от 95 килограммов до здорового веса и поделилась своим личным опытом с собравшимися. Не существует чудодейственных таблеток. Выпил таблетку, стала стройная, красивая, счастливая. Нет такого способа, чтобы кто-то за тебя так щелкнул пальцами, и ты опять-таки уже все идеально. Я буду говорить о том, что здоровый образ жизни, правильное питание и работа над собой – это очень-очень сильная работа над собой. Попробовать здоровую пищу можно было прямо здесь. На девичник пришли участники вегетарианского движения. Они готовили веганскую шаурму и угощали ей всех присутствующих. Веганская шаурма состоит из овощей, соуса и вот таких вот фалафелей. В их состав входит лук, нут, специи и картошка. Нут – это турецкий горох, главная составляющая фалафелей. Веганские котлеты по вкусу почти не отличаются от котлет мясных. Такая шаурма – отличная альтернатива для тех, кто является приверженцем вегетарианского движения. Николай – вегетарианец с небольшим стажем, около года. В веганской философии он видит гораздо больше, чем просто отказ от мясных продуктов. Когда морально понял некоторые вещи в своей жизни, решил, что так правильнее и честнее перед самим собой будет и перед людьми, и перед миром в целом. То есть я посчитал, что так будет правильнее для меня. Среди участниц мероприятия оказались и те девушки, для которых импровизированный субботний девичник совпал с личным праздником. У нас очень немножко символично получилось, девичник на девичнике. У нас сегодня у Анастасии, она у нас скоро станет замужняя. Ну да, через пару недель. И мы решили начать это событие отмечать здесь. Отдохнуть, что называется, душой и телом в течение вечера смогли около 50 представительниц прекрасного пола. Как говорят, организаторы рассчитывали на большее. Но и такой результат – тоже результат. Да и те, кто все-таки пришли на лофт в субботу, остались довольны. Идея крутая на самом деле, потому что очень много девочек в нашем городе, все-таки город невест, и очень многие девочки, у них есть какие-то свои собственные секреты красоты. И это классная возможность обменяться этими секретами, узнать что-нибудь новенькое, интересное, чего-то еще не узнал. В конце вечера организаторы провели лотерею, где трем наиболее удачливым девушкам были вручены женские подарки, сертификаты и скидочные купоны на посещение салонов красоты. Следующий девичник планируют организовать в сентябре. Первый блин оказался никомом, поэтому такие дни для женского отдыха теперь будут проводить регулярно. Полина Понасицкая, Денис Денисов, РТВ Иваново.